МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Завершились выборы в Госдуму и местные законодательные органы власти. Как проходило голосование в Сарове? Капитальный ремонт детской музыкальной школы имени Балакирева должны были закончить 20 августа. Спустя месяц работы продолжаются. На стадионе ИКАР состоялся традиционный чемпионат города по легкой атлетике. Далее расскажем обо всем подробно. За три дня голосования явка в Сарове составила более 53%. Это не считая электронного голосования, в котором приняли участие еще около 9% от общего числа избирателей. Часть жителей, как всегда, голосовала на дому. После обеда к тем, кто по состоянию здоровья не мог лично прийти на участки, отправились члены участковых избирательных комиссий. Члены комиссии в средствах индивидуальной защиты отправляются на дом к людям с ограниченными возможностями. Там они берут с собой опломбированный переносной ящик, который запечатывается в присутствии наблюдателей и всех желающих специальными пломбами. В этом году избирателям предстояло заполнить 4 бюллетеня, поскольку выбирали мы как представителей в областной ЗАГС Собрания, так и в Государственную Думу. Результаты следующие. По выборам депутатов Законодательного собрания Нижегородской области седьмого созыва. По одномандатному округу победил действующий депутат Юрий Якимов. По единому округу у партии «Единая Россия» 48,9%. КПРФ 19,25%. Партии «Справедливая Россия» за правду 9,55%. ЛДПР 7,04%. Партии «Новые люди» 5,53%. Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. В Сарове партия «Единая Россия» набрала чуть менее 34% голосов. По выборам депутатов в Государственную Думу. В Госдуму «Единая Россия» набрала 49,84% голосов. КПРФ 18,96%. «Справедливая Россия» за правду 7,43%. ЛДПР 7,5%. Партия «Новые люди» 5,33%. По одномандатному избирательному округу победил Евгений Лебедев. 10 мая этого года в музыкальной школе имени Балакирева начался долгожданный ремонт. Новый учебный год для педагогов и учеников. Должен был начаться в родных стенах. Но на календаре уже 23 сентября. А ремонтные работы еще в самом разгаре. Мы решили разобраться в этой ситуации. 2 апреля детская музыкальная школа имени Балакирева заключила контракт с Саровской строительной компанией «Терем». В договор входил ремонт кровли и фасада здания, а также благоустройство территории. Работу подрядчик должен был завершить к 20 августа. Но ремонт продолжается до сих пор. У такого существенного отставания от сроков много причин. Одна из причин – это чисто нехватка рук. Плюс еще идут некоторые претензии к подрядчику по поводу рабочего графика. Рабочая группа говорит, что они не всегда производят работы в течение рабочего дня. Ну, откровенно так говорить. Претензии, опять же, подрядчику высказывались. Недобросовестность подрядчиков стоила музыкальной школе значительного ущерба. Ремонт кровли совпал с затяжными осенними дождями. Крыша протекла и затопила третий этаж здания. Также повреждена часть второго и первого этажей. Большой урон вода нанесла концертному залу. К счастью, дорогостоящие музыкальные инструменты не пострадали. Урон в основном коснулся потолка. Небольшой части электрооборудования, пожарной сигнализации в частности, пострадало. Пострадало, по нашему субъективному мнению, три стены, которые имеют в себе наполнение звукоизолирующее и обшито ГКЛ. Примечательно, что навес над крышей строители поставили уже после того, как произошло затопление. Теперь строительная компания будет отвечать за ущерб по всем правилам. Сроки окончания работ перенесены на 31 октября. А пока занятия с учениками проходят в здании капеллы по улице Сосина и дистанционно. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном национальном исследовательском университете один из студентов открыл стрельбу. В результате нападения погибли 6 человек. Около двух десятков получили огнестрельные ранения. Еще несколько человек получили различные травмы. 18-летний Тимур Бекмансуров перед нападением опубликовал в соцсетях подробный план своих действий. Рассказал, как получал оружие и как долго вынашивал мысли о массовом расстреле. Он начал стрелять еще за пределами кампуса. Целился в идущих занятий студентов, но не попал. Пострадала чья-то припаркованная машина. Шокированные ребята разбежались. А Бекмансуров спокойно вошел на территорию университета и начал стрелять по людям. Закройте кабинет. Какой-то стреляет. По словам психологов, избежать таких трагедий можно, если вовремя выявить психическое расстройство. При этом психиатрическая экспертиза не должна быть формальной. А желающих получить право владеть оружием необходимо обследовать более детально. Если бы внимание было уделено, достаточно серьезное внимание специалистов, учителей, родителей бы застрели внимание, то этого, я думаю, можно было бы избежать в этой трагедии. За последние пять лет в России произошло несколько массовых расстрелов в учебных заведениях. В мае выпускник Казанской гимназии 175 убил 9 человек. Четыре месяца спустя трагедия в Перми. Мы решили узнать у саровчан, почему, по их мнению, такие ситуации повторяются и кто в этом виноват. Я считаю, тут недосмотрели психологи школьные, недосмотрели психологи институтские, если такие вообще были, конечно же. И, ну, собственно, вылилась в такую трагедию. Я вспоминаю любое учебное заведение, кроме, возможно, каких-нибудь московских, московского МИФИК, к примеру, да, где целое КПП есть по входу. В остальных местах в большинстве случаев сидит один охранник, который за свою ставку ничего особого вам не сделает, у него даже оружия при себе не имеется. Я считаю, что это виноваты СМИ и интернет. Поменьше вот запускать вот этого нужно, как бы сказать, когда дети смотрят убийство и то, что расстреливают, и все у нас смотрят. Помочь пострадавшим может любой желающий, направив пожертвования на благотворительный счет Пермского краевого фонда социальной поддержки населения. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Особенность нашего закрытого города – его природа. Он буквально утопает в мордовских лесах, защищать которые задача не из простых. 19 сентября в стране чествуют тех, чью призвание защищать и приумножать наши зеленые богатства. О работе Константина Амельченко мы уже неоднократно рассказывали в своих репортажах. Но в этот раз тема для беседы была не самой приятной – лесные пожары. О том, как горели мордовские леса, еще в 2010 году Константин Леонидович знает не понаслышке. Сам был на передовой. И в 2010-м у нас лес прекрасно остался живой на границе КСП. Но по ту сторону он прошел чудом, значит, все там сгорела техника. Я сам в это время тоже в заповеднике был чудом, остался жив. Если вы верховое знаете, что техника вся сгорела. Вот выше межжелезодорога и 6-7 застава, потому что техника была, она сгорела. На этих тротарах я там опашку делал. За проявленное мужество Константина Леонидовича позднее наградили медалью за отвагу. Прошли годы, и история повторилась. Пожары вновь башевали на территории заповедника. Основная причина их возникновения, по мнению Лесничева, – сухостой, который там не убирали годами. Эти 11 лет практически лес стоял в сухой заповеднике. Особенно сосна, она долго стоит. Но лиственные, еловые, они раньше выпадают. И масса, сотни тысяч кубов лежала и висела в воздухе. Получалось, как торт. Стоит сушняк внизу и плюс милятник. В период пожаров работать приходилось в изнурительном графике. До поздней ночи и без выходных. Во время интервью Константину Леонидовичу мешал говорить кашель. Говорит, надышался смога. Саровские леса удалось уберечь, потому что здесь регулярно принимают профилактические противопожарные меры. Мы отобрали делянки первые, и скоро начнем потихонечку расчищать лес. Мы даже не то, что сам лес, мы даже мусор убираем. У нас есть запланированное принятие по уборке мусора. Сухостой валеж мы и население отпускаем по определенным заявлениям. Ну, потом будем по купли-продажам, организациям или частникам тоже продавать лес. Сейчас городское лесничество испытывает острую нехватку кадров и будет рады всем желающим, кто решится встать на защиту легких нашего города. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Забывчивость, рассеянное внимание, проблему с усвоением новой информации, а также с абстрактным и логическим мышлением. Все это первые симптомы коварного заболевания Альцгеймер. Обычно его диагностируют у людей старше 65 лет, но проявиться оно может и в более раннем возрасте. Определить Альцгеймер на первых стадиях непросто, так как чаще всего симптоматику списывают на возрастные изменения. Они могут забывать ключи, например, дома, оставлять открытыми дверь, включенными электроприборы, забывать, что хотят сказать. И вот эти как раз первые симптомы, которые должны насторожить самого пациента и родственника пациента. Очень часто сами больные не говорят об этих проблемах. Без должного лечения болезнь прогрессирует. Во время второй стадии могут появиться галлюцинации, глубокие депрессии, суицидальные мысли. На третьей стадии больной Альцгеймером, как правило, обездвижен, так как головной мозг постепенно атрофируется. Современная медицина излечить деменцию полностью пока не может. Но существует ряд способов облегчить ее лечение. Мы проводим медикаментозное лечение. Также лечим сопутствующие патологии, если она связана, например, с гипертонией, с атеросклерозом сосудов. То есть мы поддерживаем пациентов, они получают наотропы, сосудистые препараты. Мы проводим анализы, обследуем их, то есть, соответственно, лечим эту болезнь посимптомно. Помимо медикаментозного лечения, больные остро нуждаются в особом уходе. Основом такой помощи персонал отделения палеотивной помощи также учит родственников пациентов. Альцгеймер можно предотвратить. Для этого нужно соблюдать несколько несложных правил. Совет вести активный образ жизни, общаться, общаться с родственниками, с соседями, посещать кружки, какой-то там кружки-хор. Вести максимально активный образ жизни, максимально долго сохранить, например, профессию, заниматься умственным трудом. Также к методам профилактики относят правильное питание. Рацион пожилых людей обязательно должен включать витамины В9, В12, Д. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Сенсорную комнату для детей с ОВЗ в теплом доме оборудовали на грант с конкурса «Серафимовская школа служения». Также закупили инновационные тренажеры и развивающие устройства. Опытом по реализации гранта «Центр социальной помощи семье и детям» поделился с коллегами из ВИКСы, Кулебак, Арзамаса и Вознесенского района. В городе у нас для таких ребятишек не так много чего создано. И все услуги, которые предлагают частные специалисты, они дорогостоящие услуги. А в нашем центре ребенок может обслуживаться бесплатно. И у нас в этом году мы активно это оборудование осваиваем. Сенсорную комнату оборудовали всеми необходимыми устройствами и материалами. Сейчас там есть интерактивные песочницы, сухой бассейн и фибродуш-молния. Положительный эффект для детей с ОВЗ оказывают и современные развивающие тренажеры. Развивают все познавательные процессы ребенка. И память, и внимание, и восприятие, и мыслительные операции. И очень благотворное влияние оказывают на эмоционально-волевую сферу. Учат ребенка контролировать себя, процессы, которые происходят у него в организме. Учреждение реализовало грант на сумму около миллиона рублей. Напомним, что конкурс «Серафимовская школа служения» проходит при поддержке госкорпорации «Росатом» в рамках развития кластера «Арзамас Дивеева-Саров». Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Игрушечная свинка стала незаменимым талисманом студентов физико-технического факультета СРФТ и Нияумифи. Она появилась, когда ребята впервые участвовали в турнире «Спектор». С тех пор студенты стали не просто командой, а маленькой дружной семьей, которая показывает достойные результаты в интеллектуальных состязаниях различного уровня. Все очень хорошие, умные. И каждый отличается в разных областях. Кто-то в биологии, кто-то в музыке, истории, литературе. Ну и все мы в техническом плане одарены. Алена Оленевская – лидер команды. Именно ей на первом курсе пришла идея собрать ребят. По словам девушки, результатом она довольна. Сложилась наша команда. Мы поиграли на институтском турнире. И затем играли еще в нескольких. И нам уже предложили поехать в Москву. Мы поехали один раз. Нам понравилось. У нас был неплохой результат. И решили, что будем пробовать еще. И пока расставаться не собираемся. На турнире «Спектор-2021» саровчане боролись со студентами из лучших вузов страны. 24 команды участницы состязались между собой в номинациях «Что, где, почему?», «Своя игра», «Эрудит квартет», «Интеллектуальное шоу», «Ворошиловский стрелок». Сборная Саровского института замкнула восьмерку сильнейших. Это было интересно. Вопросы были многие составлены сложные, но действительно были хорошие вопросы. Также были вопросы, на которые можно было достаточно легко догадаться, как ответить. Ну и все в таком духе. Довольны ли мы тем, что мы поехали? Определенно. На достигнутом результате ребята не останавливаются. Они прорабатывают допущенные ошибки и постепенно готовятся к следующим интеллектуальным турнирам. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Главные декорации спектакля «Дети Библии Моисей» выполнены в технике папье-маше. Талант художника спектакля Натальи Мишиной позволил создать образы яркими, оригинальными и цепляющими внимание. Многие экспонаты скрывают в себе маленький секрет. Внутри них есть механизм, который приводит фигуры в действие. Декорация – это просто отдельное произведение искусства, на которое можно даже смотреть просто отдельно. Мы даже, когда достали это и выставляли, мы не смогли себе даже представить, как у нас получилось это все сделать своими руками. Ну, это делала художница и режиссер спектакля, я немножко помогал. На выставке можно очутиться внутри декораций, познакомиться с эскизами, фотографиями и даже увидеть видеозапись самого спектакля. Также отдельного внимания заслуживают куклы. Каждая кукла в спектакле – это уникальное произведение искусства. Она должна не только выглядеть красиво и правдоподобно, но и быть гибкой, пластичной, а главное – удобной в руках артиста. В этом году православное творческое объединение «Мир» отмечает 15-летие. И выставка – это одно из ряда мероприятий, которые посвящены этой дате. Хочется какие-то итоги подвести, ну и разные формы придумываем для этого. А кроме того, спектакль не идет, и мы пока еще не готовы его восстановить на сцене, вот в ближайшее время. А очень жалко, нам его хочется вспомнить, нам очень жалко, что люди не видят вот эту красоту. Выставка представлена в помещении православного культурно-просветительского центра и продлится чуть меньше месяца. Мероприятие для лиц старше 6 лет. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Помочь четверногим друзьям может каждый. Акцию «Дари, корми, люби» проводят руководители клуба «Акбар» совместно с ресурсным центром добровольчества. Во внимание волонтеров оказалось три частных приюта для животных, которые содержат неравнодушные люди. Они подбирают кошек и собак на улице, кормят их и выхаживают. Мы нашли вот этих людей и решили помогать им, потому что им никто не помогает. Хотя у нас все довольно-таки прозрачно. У нас, если что, можно посмотреть ссылки на эти приюты. То есть девчонки сделали там отдельные странички на них. Там животные разные, там животные бывают и калеки, которые попали в трудные жизненные обстоятельства. Для приюта требуется лекарство и бытовая химия, корма разных видов, пеленки и наполнители. Также в пунктах приема с радостью примут старые одеяла, матрасы и постельное белье. Если у кого-то, еще раз напоминаю, что-то есть дома, то что вам не нужно, и, как говорится, не выкидывайте, приносите сюда нам. Мы сами сошьем, сами все сделаем, и с животным будет приятно. Потому что скоро зима, а получить теплый матрасик будет как раз в тему и к делу. Пункты сбора помощи животным находятся в Сарфатеи, кабинет 103, а также в клубах здоровья и восход. Акция «Дари, корми, люби» пройдет до конца весны. За подробной информацией можно обратиться по телефону 8 991 452 32 72 или в группу клуба «Акбар» ВКонтакте. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Музей военно-исторической миниатюры открылся в Сарове в 2018 году. Сначала музей был небольшим. Экспозиция включала всего несколько стендов. Сейчас же выставка занимает два зала. За три года у музея появились свои традиции и почитатели. Здесь регулярно собираются дети, школьники и студенты, а также все те, кто интересуется историей своего отечества. Цель музея, она очень оригинальная. Ну, во-первых, просто познакомить людей с волшебным миром нашего оловянного солдатика. Но здесь не только же оловянные солдатики. Здесь есть и стеклянные, есть и деревянные, есть пластика очень много. Всякого. Со всего мира. В разные годы. То есть, начиная с двоянки и заканчивая совсем современностью. Большая часть выставки – это личная коллекция Вячеслава Лопашова. На протяжении 60 лет он привозил солдатиков из разных уголков России и мира. Также много экспонатов музею дарят неравнодушные люди. Вот здесь вот на маленьких примерах, вот таких вот маленьких оловянных солдатиков, причем они сделаны в той форме, в которой они должны быть формы. То есть, если он накрашен, да, солдатик на начало Великой Отечественной войны, то он так и есть. Если сумаровский солдат есть, его гренадир, то он так на самом деле есть. И это очень важно. Даже в Древней Греции это сделано именно так, как она нарисована на фресках. Экспозиция проводят по разным периодам истории, начиная от Древнего мира и заканчивая войной на Донбассе. Много сюжетов посвящено Великой Отечественной войне. Такая разнообразная и яркая выставка будет интересна как взрослым, так и детям. Здесь интересно, солдатики и очень ясно показаны, какие были сражения и как они выглядели. Посетить музей военно-исторической миниатюры можно с понедельника по пятницу с 15 до 19 часов. Для лиц старше 6 лет. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Яркие костюмы, ростовые куклы, задорные песни и танцы. Так отметил день рождения Центр внешкольной работы. Этой осени он отмечает юбилей – 30 лет. Для жителей города на лыжной базе педагоги и ребята подготовили насыщенную праздничную программу. Мы организуем интерактивные площадки, которые будут работать для горожан. Будет работать сцена и наши творческие коллективы покажут, на что они способны. Ну и, конечно, одна из целей еще не просто показать себя, но и привлечь еще других ребят, которые еще, может быть, не пришли к нам, но буквально в понедельник побегут в наши клубы. Все желающие смогли сделать футболку своими руками, поучаствовать в турнире по футболу и воркауту, пройти веревочные курсы, а также увидеть концерт творческих объединений. Многих ребят привлек военно-исторический городок клуб «Армир». Мы будем заниматься с ними военно-исторической реконструкцией и ролевыми играми живого действия, и дисциплинами, которые к этому прилагаются. То есть фифтование, стрельба из лука, исторические танцы, ремесленная деятельность, чтобы все это самим уметь делать. 30-летний юбилей – это повод подвести итоги большой работы, подумать о дальнейших планах и целях. За эти 30 лет Центр внешкольной работы уже многое сделал для города и граждан. У нас очень много ребят, которые стали лауреатами международных фестивалей и конкурсов. У нас есть победы в грантовых конкурсах. Кстати, надо сказать, в 2021 году волонтерский отряд «Акбар» получили президентский грант и сейчас реализуют свой проект, который рассчитан на горожан и на их питомцев. За всеми мероприятиями Центра внешкольной работы следите в группе ВКонтакте. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Стаканчик, коктейльные трубочки, бумага и ножницы – это все, что понадобилось ребятам, чтобы собрать подвижного клоуна. Дети сразу включились в работу. Вырезали ручки, ножки и голову будущей игрушки. Внимательно слушали организаторов и старались собрать самую красивую подделку. Я такой подделки никогда не делала, но я делала много каких-то подделок, но не таких. Подделка такая, клоун, и мне она очень понравилась. Также в рамках акции «Мир своими руками» организаторы подготовили для ребят загадки – показали мультфильм о доброте. Дети с интересом наблюдали, как герои на экране, просто подарив букет, поднимают настроение другим персонажам. Если ты будешь добрым, ты станешь в мире успешным, сильным. Если ты будешь злой, ты будешь не успевать. Ребята и взрослые поговорили о том, как важно быть отзывчивыми к окружающим. Главная цель организаторов – донести до детей, что доброе отношение к людям должно быть от чистого сердца. Всегда приятно, когда рядом с тобой находится добрый человек. Человек, к которому можно обратиться с какой-то помощью, либо просто поговорить. Человек, когда злой, он злой. Вам охота общаться со злым человеком? Мне тоже нет. А с добрым всегда приятно. Осенняя неделя добра продолжается. Это значит, что поучаствовать в акциях и поделиться позитивными эмоциями может любой желающий. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Уровень автомобилизации в нашем городе держится на достаточно высоком. Уровне 459 машин на 1000 жителей. Интересный факт. Исследователи провели опрос среди автолюбителей крупных городов и выяснили, что в среднем в сутки в автомобиле они проводят больше трех часов. А сколько времени авто забирает у саровчан? А сколько в среднем вы проводите времени за рулем автомобиля? И как часто пользуетесь автомобилем? Каждый день пользуюсь. Ну, не знаю, час в день. Например, на работу, с работы и за женой. Каждый день. Много, не знаю, часов по пять. Точный день. Машина – это везде. Это сначала работа, потом приходишь домой, отвез дочку, забрал дочку, еще куда-то поехал с собакой. Есть в этом месяце особый день – 22 сентября. Именно в этот день жители многих стран мира отказываются от своих авто на 24 часа и пользуются альтернативными средствами передвижения по городу. Во многих городах уже нашей страны власти поддерживают эту акцию и устраивают, например, скидки на общественный транспорт. Интересно, а популярна ли акция в нашем городе? А как думаете, она полезна для экологии? И смогли бы вы на целые сутки отказаться от автомобиля? Смогла бы, в принципе. Полезна, конечно же. Я при всем желании смогу, потому что работаю. А так, да, почему нет? Можно на денек отказаться, пробок поменьше будет. Ну, не знаю, навряд ли. Потому что автомобили очень много времени экономят порой, чтобы добраться куда-то. Поэтому, не знаю, подумал бы, откажусь или нет. Одни называют символический флешмоб фарсом и чудачеством, другие, наоборот, стремятся внести свой вклад в защиту экологии. Но акция «День без автомобиля» с каждым годом находит все больше сторонников по всему миру. Спорт – отличный способ справиться с осенней хандрой. День бега «Кросснации-2021» на лыжной базе объединил любителей здорового образа жизни. В традиционном спортивном празднике приняли участие воспитанники детских садов, школ, военнослужащие, сотрудники организации города, а также все желающие сравчане. Сегодня мы стартовали с 9 часов утра в разных точках нашего города, на разных спортивных объектах. Это и стадион «Юниор», и стадион «Икар», и лыжная база, и стадионы «Школьная». Все участники забега получили стартовые номера с эмблемой «Кросснации» и федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Школьники 5-8 классов пробежали дистанцию в 2 километра. После этого все желающие смогли поиграть на площадках центра внешкольной работы. Несмотря на то, что погода уже осенняя, мы видим, что люди в принципе радуются тому, что они вышли на свежий воздух, потому что они общаются друг с другом, потому что можно в очередной раз зарядиться энергией. День бега ведет свою историю с 2004 года, и всегда этот праздник – отличный повод получить заряд положительных эмоций и провести время с пользой для тела и духа. За спорт, спорт, жизнь, побегать, проверить себя, посоревноваться с другими. Когда ты бежишь, ты ощущаешь себя свободным на некоторые секунды, поэтому и бегаю. Для меня этот день значит, что можно прогулять уроки, побегать и получить удовольствие. Завершили день бега на лыжной базе студенты города, а на финише все участники получили небольшие сувениры. Светлана Юрунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В преддверии новый хоккейный сезон. На этот раз он не обошелся без нововведений и изменений. На совещании коллегия судей приняла решение о новом проекте. Первую и высшую лиги объединили в одну, высшую. Теперь под эгидой высшей лиги будут играть 10 команд Нижегородской области. Первая лига будет автоматом переноситься. В том году было 4-3 лиги. 4 лиги. Высшая, первая, вторая и третья. Вот высшую и первую объединили 10 команд стало, а вторую и третью объединили, стало 17 команд. И, естественно, мы стали под эгидой высшей лиги, а вторая и третья лига стала под эгидой первой лиги. Такие изменения направлены на то, чтобы сделать сезон более увлекательным и насыщенным, повысить интерес болельщиков к областному хоккею. А для игроков это возможность развить навыки и повысить свой профессиональный уровень. Чемпионаты первенства Нижегородской области будут проходить по круговой системе. Все в два круга. Ты с каждой командой сыграешь в два раза. Один раз дома, один раз на выезде. Потом четыре команды выходят в плей-офф и разыгрывают уже кубок. В полуфинале до двух побед, за третье место до двух побед, в финале до трех. Старт нового хоккейного сезона намечен на середину ноября. Точные даты игр будут известны позже. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Прохладная погода не помешала спортсменам выйти на старт чемпионата города по легкой атлетике. Участники состязались на дистанциях 100, 400, 1500 и 3000 метров. Каждый старался правильно разложить силы и показать достойный результат. Всем поздравляю с открытием соревнований. Желаю быстрых секунд. Пусть победит сильнейших. На старт вышли как титулованные спортсмены, так и те, кто просто любит бегать. У каждого участника была своя тактика. Кто-то начинал с низкого старта, чтобы выиграть доли секунд на 100 метровке. Кто-то постепенно наращивал темп на длинных дистанциях, чтобы сохранить силы и обогнать уставших соперников на финишной прямой. Каждый раз мы видим все новые и новые лица. Мы очень рады, что с каждым годом у нас приваляется численность любителей спорта, легкой атлетики и физкультуры. Екатерина Разумкова стала самой юной участницей соревнований. Спортсменка занимается в секции легкой атлетики и решила проверить свои силы на чемпионате города. Несмотря на юный возраст, Екатерина не уступала старшим соперникам и стала призером сразу на двух дистанциях. Я чувствую в дистанциях 100 метров, 400 метров. Мне было проще 100 метров, а сложнее 400 метров. Победители и призеры в соревновании наградили грамотами и подарочными сертификатами. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова